Совсем недавно в магазине Семена База я приобрел вот такую емкость для проращивания свежей зелени. Здесь мы видим вот такое ситечко, съемное ситечко, а также емкость, в которую нужно добавить почву. Я буду добавлять декоративную эко-почву. И давайте прямо сейчас и начнем. Проращивать я буду микрозелень свеклу краснолистную. Урожай гарантирует через 7 дней. Витамины круглый год на вашем подоконнике быстро и полезно. Прочитаем, что микрозелень это молодые растения в фазе первой пары настоящих листьев. Пищевая ценность таких растений значительно выше, чем растений взрослых. Микрозелень содержит максимальное количество полезных макро- и микроэлементов, витаминов и других натуральных биологических активных веществ. И срезается через 7-10 дней от всходов. Но что же, перед тем, как эту микрозелень посадить, давайте подготовим декоративную эко-почву. Предлагаю обратить внимание на цветной гидрогель. Это новинка в форме шариков. Содержимое пакета заливается одним литром воды. И получается экологически чистая, яркая, декоративная эко-почва. Нужно содержимое пакета поместить в прозрачную стеклянную вазу. Налить 1 литр чистой воды. Время набухания 8-12 часов. При необходимости нужно слить лишнюю воду. Можно выращивать комнатные растения без почвы. А также здесь есть вот такое описание. Гидрогель – это удивительный продукт высоких технологий. Его основное свойство состоит в способности поглощать воду в 50, а то и 100 раз больше собственного веса. Сохранять ее длительное время и медленно отдавать ее. Вместе с водой гидрогель впитывает жидкие удобрения, а также микроэлементы. Поэтому может использоваться для выращивания различных растений. Предлагаю начинать готовить декоративную эко-почву. И вот, обратите внимание, да, там очень много шариков. И вы даже не представляете, как они будут увеличиваться в объеме. Я думаю, что даже вот этого будет достаточно для вот такого количества. Но давайте еще чуть-чуть добавим. Если что, мы лишние гранулы уберем. Посмотрите, это просто, просто можно наблюдать за этим, как за каким-то очень увлекательным фильмом. Но предлагаю все-таки добавить к этим шарикам воды. Открываем бутылку и добавляем к вот этим шарикам. Лишнюю воду мы обязательно потом уберем. А сейчас, ну, конечно же, нужно, чтобы прошло несколько часов. И мы увидим, как эти шарики набухли. Пока что предлагаю оставить их в покое. И даже накрыть вот таким ситечком. Давайте подождем. Учитывая, что этот гидрогель умеет впитывать полезные микроэлементы, я взял, развел вот в такой пол-литровой банке чистой воды всего лишь один грамм препарата с пеленыш. И давайте добавим, ну, может быть, давайте несколько ложечек добавим. Пускай впитывает эти гранулы полезные микроэлементы. Потом мы обязательно лишнюю воду сольем. А гранулы впитают в себя полезные микроэлементы вот этого чудо-препарата, который обещает 40% прибавки к урожаю. Прошел буквально час. И вы посмотрите уже, как налились водой вот эти шарики. Мы перемешиваем. Может быть, еще воды добавить? А? Как считаете? Ну, пока что не буду. Пока что посмотрю, что будет еще через час. Прошел еще один час, и микрозелень свекла краснолистная уже готова к тому, чтобы прорасти в специальной емкости для проращивания. Давайте посмотрим на этот аттракцион. Да, это просто, знаете, это на самом деле отдельный аттракцион. Смотреть на то, как увеличиваются с каждой секундой вот эти декоративные шарики декоративной почвы. Ну, а теперь, мне кажется, что уже можно положить вот таким образом эту сеточку, да, пластиковую. Сейчас мы обязательно с лигонца смочим эту сетку. Ну, а влага здесь всегда будет. Даже сейчас видно, как вот проступает влага через вот это пластиковое сито. А мы открываем, давайте откроем микрозелень и заглянем. Во! Смотри, какая красота. Вот, сфокусируем свое внимание на вот этих семенах. Это витамины круглый год на вашем подоконнике. Быстро и полезно. Рассмотрите поближе. Да. И отправим эту красоту в нашу емкость для проращивания. Итак, давайте засыпать эту зелень вот сюда. Мы сейчас распределим эту зелень по вот этим четырем отсекам. Все. И, конечно же, давайте слегка смочим эти семена. И вот именно в таком виде мы отправим их на проращивание. Дело в том, что... Вот это ведь декоративная почва. Поэтому, если вон туда попали семена, ничего страшного. Ничего. Они так и будут там расти. Так. Ну, я думаю, достаточно. А теперь нужно взять и расположить эти семена так, чтобы они лежали только на сетке. Чтобы получали влагу. Посмотрим, чем закончится этот эксперимент через несколько дней. Даже если у вас немного рассады, вам необходим спеленыш. Из маленького пакетика получается до пяти ведер специализированной подкормки для растений вплоть до начала появления завязей. За счет волшебного действия фульвокислот и сбалансированного состава спеленыша прирост будущего урожая составит до 40%. Субтитры создавал DimaTorzok